всем привет сегодня расскажу как отремонтировать гидроцилиндр немного покажу смотрите такая у нас проблема обнаружилась на этом экскаваторе он уже покрашены мы сразу не заметили начал опускаться ковш то есть не держать ковш когда начали разбираться с проблемой почему это происходит вот такая вот небольшая вмятинка здесь да но сейчас попробуем показать внутри гидроцилиндр ну если кому видно прям внутри видно там и выработка полосочки и вот саму эту вмятину видно то есть ну колба однозначно под замену сейчас я расскажу как мы это будем делать то есть мы не будем гидроцилиндр менять в сборе мы поменяем только саму вот эту колбу вот даже покажу поршневые колечки видите видно прям металл уже в них есть то есть критический износ пошел вот сегодня приобрел новые колечки поршневые и приобрел я вот такую штуку это колба она продается метражом вот я купил 70 сантиметров это куплено с запасом диаметр 65 на 75 вот обратите внимание она полированная внутри то есть рабочая поверхность у нее внутренние все далее мы отдадим это все токарю нам надо будет чтобы только аккуратненько снял вот эту часть до чтобы мы ее потом приварили и чтобы он нарезал вот эту резьбу внутреннюю ну что получится покажу уже после того как токарь отдаст нам эти детали ну вот я забрал нашу деталь от токаря этот раз он решил сделать полностью обычного нам отдавал трубки не приваренные вот эту часть я вам хотел продемонстрировать но этот раз он почему-то решил проявить инициативу отдал нам уже полностью все собрано вот так это получилось то есть вот эту деталь уха вот это он приварил трубки тоже все приварил вот как получилось изнутри посмотрите то есть он нарезал резьбу он прорезал канальчик вот где трубка приваривается и плюс он сделал плавненький захода чтобы у нас не срезала поршневое кольцо когда мы вставлять будем поршень ну в принципе он все повторил как и было на родном цилиндре в общем вот продемонстрирую гаечка как она закручивается легко от руки вот так вот получилось по стоимости за колбу я отдал 9 тысяч рублей за работу токаря отдал я 6000 рублей того 15 тысяч рублей нам обошелся ремонт цилиндра поэтому если вдруг у вас вот вы погнули при работе или еще что-то случилось с вашей с вашим цилиндром не торопитесь искать какую-то бушную новую найти практически невозможно а бушную покупать тоже смысла нет за большие деньги потому как она будет я думаю не в лучшем состоянии чем ваш цилиндр поэтому от 15 тысяч рублей нам обошелся ремонт именно замена колбы чуть позже расскажу вам про замену еще штока он также меняется он также продается метражом все это делается это уже будет отдельное видео чуть попозже кому видео понравилось если оно вам было полезным ставьте палец вверх подписывайтесь на канал всем пока